ДТП За помощью правоохранительные органы обращаются к Владимирсам. Всех, кто владеет какой-либо информацией по этому ДТП, просят позвонить в дежурную часть областного управления ГИБДД по телефону, указанному на экране. 15 апреля на М7 начнется новый ремонт. На этот раз работы пройдут на участке с нулевого по 18-й километр. Ремонтировать будут дорожное покрытие от Новой Буковки до Пенкина. По подсчетам специалистов, ежедневно на этом участке дороги проезжают больше 12 тысяч автомобилей. Дорожники планируют поменять асфальт, укрепить обочины, восстановить систему водопровода. В Упырдоре также отмечают, что вдоль трасс обновят тротуары и приведут к единобразию автобусные остановки. А на самой проезжей части появятся сигнальные столбики, разметка и дорожные знаки. Возможно, на время ремонта придется сужать проезжую часть на отдельных участках. Закончить ремонт дорожники планируют к концу октября. Во Владимир назначен новый прокурор. Надзорное ведомство областной столицы возглавил Алексей Грышенков. В 1979 году рождения закончил юрфак в ЛГУ, прошел путь от следователя прокуратуры до городского прокурора в Коврове. В 2017-м получил знак «Почетный работник прокуратуры». Женат, воспитывает дочь. Председатель областного комитета экономического развития Владимир Ольхов ушел в отставку. Служебный контракт с чиновником расторгнут по его инициативе 12 апреля. Владимир Сипягин на своей странице в соцсети пояснил, что Ольхов не сработался с РИО заместителя губернатора Максимом Брусенцовым. Не сошлись характерами. К слову, 22 марта Ольхов участвовал в конкурсе на должность директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности. Брусенцов возглавлял конкурсную комиссию. И Ольхова тогда уличили в том, что он курит в туалете Белого дома. Даже предлагали разобрать этот случай на комиссии по этике. В новой должности ему отказали. Но, как заметил губернатор, в том же сообщении в соцсети претензий к Владимиру Ольхову у него нет. Ветеран Владимирской прокуратуры выпустил книгу «Пять ступеней наверх». В юридическом институте имени Спиранского презентовали книгу Александра Сухарева. Патриарх Владимирской юриспруденции и журналистики посоветовал молодым коллегам постоянно тренировать голову и руку, чтобы совершенствовать знания и уметь излагать свои мысли на бумаге. А студенты, в свою очередь, подготовили для Александра Петровича сюрприз. В институте повесили доску почета с фотографиями известных юристов и отдельный стенд отвели лично Сухареву. Болеем за наших. 13 апреля на малой спортивной арене стадиона «Торпеда» пройдет очередной тур первенства России по футболу. Хозяева поля сыграют с футболистами из Долгопрудного. Начало в 16.00. При этом организаторы матча указывают на то, что изменились условия прохода на стадион. Сделать это теперь можно только со стороны улицы Дворянской в районе лестницы. На входе нужно предъявить билет или приглашение. Кроме того, у гостей матча могут попросить документ, удостоверяющий личность. Проезд всех видов автотранспорта также будет ограничен. При наличии пропуска движение машин будет осуществляться по Новогончарной улице. Эти изменения организаторы объясняют нормами законодательства и требованиями безопасности. Возрастное ограничение 0+. Редактор субтитров А.Семкин